Документы Приводим свидетельства руководителей и участников секретных программ Рассказываем, как с поиском пришельцев обстояло дело у ЦРУ и британской разведки Ищите книгу на книжных полках или в интернет-магазине Лабиринт Кровь стынет в жилах от тех ужасов, которые нам почти каждый день пророчат ученые Астрономы предупреждают, что метеорит размером с полземли летит навстречу нашей планете И не спасется никто Сейсмологи сообщают, что вот-вот проснется гигантский вулкан, чья огненная лава накроет человечество с головой И тогда Америка исчезнет с лица Земли Толкователи Нострадамуса и древних предсказателей пугают научно обоснованным апокалипсисом Тут даже храбрый человек почувствует себя песчинкой беспомощной в бушующем океане Вселенной Но где же правда? Чего нам, грешным жителям Земли, действительно стоит бояться? А какие страшилки пропускать мимо ушей? Чтобы ответить на этот вопрос, мы разложили по полочкам все угрозы человечеству Отделили научные от антинаучных Страшные от смешных Реальные от потенциальных И в результате у нас получилось грандиозное научно-фантастическое расследование Которое я хочу, чтобы вы сейчас посмотрели Эти кадры сделаны очевидцами извержения мексиканского вулкана Калина 9 октября 2016 года Из-за склона вылетел длинный НЛО и стремительно удалился И это не первый неопознанный объект, появившийся из жерла вулкана Предыдущий был зафиксирован 28 декабря 2015 года Калима является самым активным вулканом в Мексике Поэтому за ним установлен постоянный мониторинг Камеры наблюдения в режиме прямой трансляции Фиксируют каждое движение рядом с вулканом А это уже съемки другого не менее опасного места на нашей планете 3 апреля 2016 года Видеокамера зафиксировала несколько объектов Которые вылетели из жерла вулкана Папокотепетли Во время извержения Если замедлить видео, то можно увидеть Что рядом с одинарными яркими точками Появляются и исчезают еще несколько Исследуя эти шокирующие кадры Специалисты не исключают Что в процессы, происходящие в вулканах Вмешивается некая внеземная цивилизация Но какова ее цель? Выплеск вулканической активности, магмы Приведет к тому, что атмосфера будет наполнена пеплом Что вызовет затруднение прогрева Земли Отражающий эффект альбедо будет усилен И поэтому будет так называемая ядерная зима Или вулканическая зима Когда сумрачно будет даже днем Погреться под солнышком не удастся И вот здесь вопрос выживания Человечества в полной мере встанет И что самое неприятное для Земля Уже несколько лет ученые фиксируют Рост вулканической активности в недрах планеты Этих фактов достаточно, чтобы понять Планету ждут климатические катастрофы Которые приведут к невиданным в истории человечества жертвам и разрушениям Может случиться так, что наша цивилизация исчезнет с лица Земли И тому есть немало доказательств Деятельность человека уже привела к глобальному потеплению Ледники тают, снимая с земной коры свое давление А это грозит тем, что одновременно начнут извергаться десятки вулканов по всей планете Близлежащие города и окрестные территории будут погребены под многометровым слоем застывшей лавы и пепла Как это случилось с Помпеями при извержении вулкана Везувий Тогда жители города даже не успели покинуть свои дома Мы писали об этом еще в 1995 году Где предполагали, что глобальное потепление может привести к усилению сейсмической и тектонической активности И действительно, если мы говорим о таких супер землетрясениях То с магнитудой больше 8,5 То в 19 веке таких землетрясений было 7 В 20 веке их насчитывалось 10 А за 15 лет 21 века уже 6 таких землетрясений произошло Мы видим, что частота подобных землетрясений как бы увеличивается Неужели сбывается пророчество Ванги, которое предвидело глобальные природные катаклизмы и мощные землетрясения? Она предсказывала в первой половине 21 века сильнейшие смерчи и цунами Извержения вулканов, тонны пыли, от которых поднимутся в атмосферу, закроют солнце и сделают невозможной жизнь на Земле Ученые из университета Вандербильта в США Проанализировали состояние древнего вулкана в Калифорнии И определили время, которое осталось до гигантского вулканического извержения Вывод просто шокирующий У человечества есть всего год на подготовку к мировой катастрофе Весьмологи работают, вулканологи работают Они могут сказать, да, вот этот вулкан, это опасный очаг Может произойти взрыв, но когда точно? Это только вот за пару дней можно определить Что вот там через два дня будет взрыв А точек опасных очень много Это и Йеллоустоун Это и Гавайи, острова гавайские, где там вулканы и действуют И могут взорваться Это и на Камчатке, в общем-то Эти опасные очаги известны как супервулканы Они настолько огромны, что их извержение будет в тысячу раз больше, чем у обычных вулканов Древние вулканы это не горы с кратером А гигантские впадины диаметром до 70 километров Которые видны только на космических снимках Ученые предупреждают Наиболее опасен Йеллоустоунский супервулкан Который не только уничтожит США Но и обречет весь мир на медленную смерть По исследованиям сейчас формируется мощнейший пик в активности вулкана Причем нарастание активности происходит скачкообразно Только за последний год активность и температурный режим выросли на 70% Все это очень тревожный фактор Поэтому сочетание космических факторов и неких процессов, присущих самой Земле Суммируется и подводит мир к краю гигантской катастрофы Сначала в вулкане копится огромный объем магмы Сотни или даже тысячи лет Затем вулкан взрывается Современные исследования доказали Чтобы перейти от накопления магмы к ее извержению Вулкану-монстру понадобится только год Гильер Мегальда, руководитель группы из университета Вандербильта Исследовал кристаллы кварца с места извержения супервулкана в Калифорнии Которое произошло 760 тысяч лет назад Ученые проанализировали, сколько потребовалось времени для роста слоев кристаллов Фактор, который указывает на время перед извержением супервулкана Вывод всех шокировал Оказалось, что более 70% слоев кристалла выросло менее чем за один год Ерисонская колдера – это вулкан, супервулкан Который имеет размеры 55 на 72 километра Жерло такое И глубина этого жерла простирается на 640 километров Когда было извержение Крокотау, это в 19 веке, в конце Жерло всего было 0,8 километров И глубина где-то 12 или 16 километров И извержение его привело к тому, что, во-первых, волна была 36 метров высотой Во-вторых, сейсмическая волна прошла трижды вокруг Земли Эти громадные валы стерли с лица Земли 150 городов И затопили весь Малайский архипелаг Исполинская волна унесла жизни 30 тысяч человек Извержение вулкана Крокотау в 1883 году Стало одной из величайших катастроф в истории человечества Взрыв невероятной силы был слышен на расстоянии 4800 километров Считается, что громче звука человек еще не слышал Сейсмологи сравнивают возможный взрыв супервулкана С извержением вулкана Тамбора на индонезийском острове Сумбава Которое произошло в 1815 году Оно унесло жизни около 100 тысяч человек Облако пепла поднялось на высоту 43 километра Вызвало изменение климата и привело к голоду и эпидемиям Не случайно 1816 год во многих странах называли годом без лета Это, конечно, в тысячу раз более слабое извержение По сравнению с возможным элстонским вулканом Но было зафиксировано, в принципе, похолодание на нашей планете На несколько десяток градусов стало холоднее А здесь речь может идти о десятках градусов И количестве вот той вулканической пыли Которая будет выброшена в атмосферу И, по-видимому, в стратосферу Но изменит радиационный баланс И приведет к так называемому Ну, это называлось ядерной зимой В то время ученые также называют малым ледниковым периодом Казалось, что на головы людей обрушились библейские казни египетские В марте 1816 года температура продолжала оставаться зимней В апреле и мае было неестественно много дождей и града Внезапный мороз уничтожил посевы в США В июне были зафиксированы гигантские снежные бури В июле и августе лед сковал реки даже в Пенсильвании Которая находится южнее Сочи Все лето в Америке каждую ночь стоял мороз В Нью-Йорке и на северо-востоке США Выпадало до метра снега В разгар лета температура в течение суток скакала от 35 градусов жары до почти нулевой отметки По Европе пронеслись голодные бунты Жаждущие хлеба толпы громили склады с зерном Необычный холод привел к катастрофическому неурожаю В результате этого весной 1817 года Цены на зерно выросли в 10 раз Во всех цивилизованных странах царили голод, холод и паника Мы знаем из Библии даже 10 казней египетских Когда Египет окутала ночь Когда начались неурожаи То есть народ голодал, ну и так далее Все эти страхи А все потом ученые, когда провели исследование Это было связано с извержением вулкана Санторин То есть настолько мощное извержение Настолько много частиц было выброшено на поверхность Эти частицы закрывали доступ света Понятно, что менялась и температура А доступ солнечного света изменился И естественно это отразилось на урожае Елу-Стонский гигант может спровоцировать извержение Нескольких сотен обычных вулканов Прежде всего Тихоокеанского огненного вулканического пояса Этот парад будет сопровождаться землетрясениями Подвижками литосферных плит И целой серией гигантских разрушительных цунами Концентрация радиации при этом Превысит Чернобыльскую в несколько раз Земля единый организм Поэтому если будет некий кивок Если будет смена полисов земли Если будет взрыв Елу-Стонского вулкана То мало не покажется никому Нынешний уровень развития человечества В частности технологий человеческих Не позволяет избежать Или там минимизировать ущерб От таких катастроф Прекратится поступление солнечного света Резкое похолодание И это будет везде на земле Сегодня человечество не готово К мощному извержению вулкана Которое унесет многие миллионы жизней Изменит климат на земле И отравит атмосферу Взрыв супервулкана Может в буквальном смысле Похоронить мировую цивилизацию Под слоем лавы, пепла и пыли И это не единственная угроза Нависшая над человечеством Эти кадры сняты в Сургуте В первый день лета 2016 года Такую же картину наблюдали жители Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого округов В соцсетях они писали Что даже лепили снеговиков В июле град и снег накрыли Челябинскую и Свердловскую области В последний раз синоптики фиксировали Такое сто лет назад Случаев, когда жаркая и безоблачная погода Сменяется обильными ливнями А потом снегопадами Становится все больше В счастливе, если прежде всего В последние десятилетия Последние лет 20 Это наиболее заметно И наиболее логичное объяснение Связано это с антропогенным воздействием На климатическую систему И это объясняет довольно многие явления Аномальные температуры Аномальные осадки Штормовые ветра То, в общем-то, вероятно Следует от этого и отталкиваться И соответствующим образом действовать То есть учиться жить В иных климатических условиях Метеорологи говорят О глобальном изменении климата За последние 15 лет Опасных природных явлений Стало в два раза больше Ученые сходятся в одном В ближайшие десятилетия Зимние пейзажи летом Станут регулярным явлением Нам нужно привыкать К нулевым температурам И граду размером с куриное яйцо Все последние годы Вплоть до Нового года Зима теплая в наших краях Она реально наступает Где-то в середине января И длится полтора месяца Но в то же время Последние годы Весна задерживается И становится холодной Вплоть до середины мая Или до июня Холодные весенние месяцы На наших глазах это происходит Поэтому это все отражение Перераспределения Некого температурного баланса на Земле Канадские климатологи Заявили о неизбежной Климатической катастрофе И объявили глобальное Чрезвычайное положение Исследователи Роберт Скрайблер И Пол Буквит Уверены Что в ближайшее время Произойдет смена времен года Зима и лето Поменяются местами В декабре станет жарко Как в середине июля Причины этих изменений Могут быть природными Периоды Земли и лета Связаны с углом наклона Оси вращения Земли Он, как сейчас известно Составляет Примерно 23 градуса С небольшим По отношению к плоскости Эклиптики Но если ось Вращения Земли Начинает раскачиваться Под влиянием каких-то сил Внешней силы Появления планеты Или это связано С какими-то внутренними Процессами на Земле Скажем там Смена магнитных плюсов Земли Или кивок Под влиянием Накопившейся полярной шапки То Опять же Это изменение Оси вращения Приводит к тому Что меняется Период зимы и лета Канадские ученые Изучали северное Океаническое течение И обнаружили Что его направление Внезапно Пересекло Линию экватора При нормальных условиях Этого быть не может Такие смещения Приводят к изменениям Климата На планете Океанические течения Не постоянная величина Поскольку Земля Живая Все меняется Поэтому водная стихия Наиболее быстро реагирует На меняющиеся Гравитационные условия И так далее Таяние льдов Пресная вода Все смещает Привычные течения Изменяет их Поэтому Потепление Которое наблюдалось За последние десятки лет Оно привело К опреснению Мирового океана К другим Как бы пресная вода Более легкая Она не тонет И поверхностные течения Меняют свой рисунок В океанах Не только в Атлантическом И в Тихом океане В Индийском Если изменятся Направления Океанических течений Различия между зимой И летом Просто исчезнут А остановка Мощнейшего гольфстрима Именно это Прогнозируют ученые Лишь усилит эффект Если течение Гольфстрим Поменяет свой рисунок Действительно Северному полушарию Грозит замерзание А в других местах Ведь вода унесет Теплую массу В другие места Там будет жара Там усилится тепло Там где не ожидали 300 известных ученых Из 85 стран Представили в ООН Шокирующий доклад Международного комитета По глобальным изменениям Геологической среды В нем Впервые Были проанализированы Природные изменения Во всех слоях Земли А также В космическом пространстве Которое окружает Нашу планету Мы сейчас вступаем Ну наша Земля Как некий объект Космический В полосу Космического шторма Когда совокупное Множество факторов Влияющих на Землю Приводит к тому Что все процессы Приобретают Такой стахастический Стихийный характер Увеличивается количество Землетрясений Резкие экстремы В погодных условиях В докладе Приведены данные О резком изменении климата Планете предстоит Пережить небывалые Землетрясения Цунами Наводнения Торнадо И лесные пожары Свой вклад В копилку Апокалипсиса Вносят выбросы Парниковых газов И освоение Природных ресурсов Летние снегопады Большинство ученых Сравнивает С влиянием Человека На атмосферу Увеличение Концентрации СО2 Которое мы видим В атмосфере Оно совершенно Беспрецедентно Точно доказано Что такого не было Миллион лет Рассчитать Как будет усиливаться Количество Тайфунов Или как восточно-азиатский Мусон Скажем Будет увеличиваться А это то Из-за чего Наводнения На Амуи В Приморском крае На Усуи Вот только что То, что мы видели И в 2013 году То, что мы видели Вот тут Неопределенность Уже гораздо больше Невероятно суровой Оказалось В прошедшем году Зима На Африканском континенте В августе В Лесота Прошел сильнейший За 20 лет Снегопад Погибли люди А в октябре Когда обычно В ЮАР Выше плюс 10 Замерз Океан У берегов Такая же ситуация Была в Кейптауне 6 лет назад Во время чемпионата Мира по футболу А 4 года назад В 2012 Снег выпал Даже в пустыне Сахара В то время Как Арктика Исландия И северные районы Канады И США Нежились При необычно Теплых Для этих регионов Температурах Мы сталкиваемся Не только С какими-то Аномально Жаркими Периодами Как например В Москве В 2010 году Когда у нас Сразу 30 Температурных рекордов За одно лето Было поставлено И люди там Просто в обмороке Падали И вообще Смертность увеличилась В этот период Но мы также Сталкиваемся С тем Что у нас Например Замерзает Ниагарский водопад Или Женевское озеро В каких-то пустынях Выпадают Впервые За несколько сотен лет Вообще Снег И так далее То есть Мы видим Разнонаправленность Вот таких Климатических Аномалий Последствия потепления Уже ощущаются На северном И южном полюсах Из-за увеличения Температуры Тают ледники По расчетам Ученых Увеличение Температуры На 10 градусов По Цельсию Вызовет повышение Уровня Мирового океана На 5-6 метров Будут затоплены Сотни тысяч Километров Прибрежных территорий Подъем Уровня Мирового океана Он и сейчас идет И вполне неплохо Описывается Так Многие государства Просто затопят Если это Малые атоллы Скажем Мальдивские острова Ну Это вопрос Только времени Через сколько времени Через сколько десятилетий Они прекратят Своё существование Жить там будет невозможно 2016 год Побил все рекорды Из-за повышения Глобальной температуры Природные катаклизмы Наводнения Засухи И ураганы Становятся чаще Увеличивается И масштаб Этих явлений Просто увеличение Температуры На один Два Даже Три Градуса Ну мы бы вряд ли Очень заметили Это приводит Прежде всего К разбалансу Климатической системы Поэтому При небольшом Росте температуры На фоне Естественной Климатической Изменчивости У нас Вот это Вот скачки Как температуры Так и осадков Больше Поэтому То у нас Ливневые осадки Сильные снегопады Потом у нас дождя и снега Довольно длительное время И с температурой Практически то же самое По данным Колумбийского университета Глобальное потепление Приведет к масштабному Распространению Инфекции Вирусы Характерные Для жарких широт Попадут в регионы С умеренным И холодным климатом И наоборот Ученые ожидают Распространения Малярии По всему земному шару А болеть гриппом Мы будем Не только зимой Как раньше Но и круглый год Пример Который недавно был Это на Ямале То что от сибирской язвы Погибли Погиб один человек Но остальных Сумели быстро Вылечить Пришлось привлекать Химические войска Там Обеззараживать Огромную территорию А что собственно Случилось Температура поднялась До 30-35 градусов Вечная так называемая Мерзлота Протаяла чуть-чуть глубже И достала До того места Где были захоронены Ну скорее всего Животные погибшие Причем скорее всего Может быть даже Не в 20-м веке А в 19-м А может быть и люди Просто Мерзлотежа Хоронят На очень небольшой глубине В прошлом Хоронили Этого хватило Добавочных 20-ти Скажем Сантиметров Протаивания Уже Инфекция попала В воду В воду попили олени Мясо поел мальчик Ну и Исход очень плачевный Глобальное потепление Сопровождается Небывалым количеством Тайфунов Ураганов И наводни Это неизбежно Приведет к загрязнению Источников Питьевой воды А результат Холера И туберкулез Прибавим к этому Продовольственный кризис Вызванный нарушением Естественных Природных циклов Главная проблема Это даже не голод И не необходимость Эвакуации людей А вообще Дестабилизации Всей социально-экономической Ситуации На планете И это Фактически Потеря возможности Что-то предпринять Для того Чтобы само глобальное Потепление Каким-то образом Бороться Потому что Человечество Будет поставлено На Перед задачей Простого выживания То есть Вот те люди Которые лишатся Таких привычных Мест обитания Они будут просто Вынуждены Думать о простом выживании А не о том Чтобы спасти землю Для будущих поколений Вот это очень опасно На самом деле Климатологи шокируют К 2030 году Из-за глобального потепления На севере России Начнет таять Вечная мерзлота Будут рушиться Жилые дома Аэропорты И хранилища с нефтью Уже сейчас В Западной Сибири Ледяной панцирь Уменьшается На 4 сантиметра В год А в ближайшие 20 лет Граница Вечной мерзлоты Сдвинется на север На 80 километров По оценкам ООН К середине 21 века В мире будет насчитываться До 200 миллионов Климатических беженцев В конце концов Температура на нашей планете Может увеличиться Не на 1-2 Или там 10 градусов А на 100-200 И в конце концов Мы можем превратиться В некое подобие Венеры И жизнь на нашей планете Станет невозможной По существу Это сценарий конца света Та же Ванга Прямо указывала В предсказаниях На смену времен года Где было жарко Там будет лед Многие животные вымрут А люди будут воевать За энергию Я с удивлением Читаю о том Что на самом деле Грешники погибнут В гиене огненной В откровении Из всех видов Так сказать Ну я не знаю Возможных катастроф Которые могут вообще Случиться с человеком Автор откровения Иоанн Он выбрал именно это Именно гибель В огне И не просто в огне А в огне В гиене огненной А гиена Это свалка была У них там У иудеи Понимаете То есть в результате Загрязнения То есть вот то что мы Загрязняем атмосферу Парниковыми газами Приводит к разогреву И может вызвать Нашу гибель Однако есть еще одна Неприятная новость От ученых Глобальная катастрофа Которая уничтожит Все живое на земле Может произойти И без вмешательства Человек Эта бомба Замедленного действия Уже заложена На нашей планете За последние сто лет Магнитное поле Земли Существенно уменьшилось Это еще в 1989 году Ощутили на себе Жители Востока Канады Космическое излучение Прорвалось сквозь Слабый магнитный щит И вызвало поломки В электрических сетях Оставив Квебек Без света На 9 часов Физики обнаружили Что в магнитном поле Земли Образуются гигантские дыры Почему оно Истончается Пока непонятно Но ясно одно Человечеству Ничего хорошего Это не сулит К такому выводу Пришли специалисты Датского центра Планетарных исследований Их поддержали коллеги Из британского университета ЛИЦА Французского института Физики Земли И американские ученые Международного университета В Маяке Сегодня защита нашей планеты От вредного космического Излучения Значительно ослабли Это привело к тому Что в космическое пространство Стал утекать кислород Причем скорость этого процесса Постоянно растет В год его уходит в космос Около 60 тысяч тонн Если магнитный щит Земли Вдруг исчезнет То нашу планету Ожидает судьба соседей Марса и Венеры Их океаны и атмосфера Испарились в космос В ослаблении магнитного поля Земли Может быть виновата Приближающаяся смена Магнитных полюсов Сегодня Северный магнитный полюс Движется со скоростью 64 километра в год Он уже на подходе К нашей Сибири А Южный магнитный полюс Оставил Антарктиду И сейчас движется К западным берегам Австралии Периодически Совершается кувырок Ну, так называемый Эффект Дженебекова И нарастающая полярная шапка В Антарктиде И тание ледовой поверхности В Арктике Приводят к тому Что смещается баланс А так как Земля Вращающееся тело То если вот положить На вращающийся шар Груз Он обязательно его скинет Соответственно Сверху льды растаяли А снизу нарастает Земля готовится Сделать кувырок И петрополярная шапка Перейдет в область Экваториальных широт Магнитные полюса Земли Магнитные полюса Земли Меняются местами Между собой Приблизительно Каждые 10 тысяч лет Одни ученые считают Что на эту смену Уйдет несколько тысяч лет В течение которых Земля будет беззащитна Перед солнечной радиацией Другие уверены Процесс займет Несколько недель А пророчество Майя И вовсе называют Конкретную дату 2050 год В момент Когда эти полюса Меняются местами В этот момент Поле Как бы очень сильно Ослабляется То есть оно практически Исчезает И вот в этот момент Люди И животные И растения Станут В большей степени Подвержены Действию Космических лучей Которые В настоящий момент За счет магнитного поля В значительной степени Ослаблено Воздействие этих Космических лучей Нью-Йоркское затмение Или Blackout 77 Так назвали Это событие Журналисты Все кто пережил Те ужасные сутки Запомнили их навсегда Как писали потом В заголовках Таблоиды В 1977 От каменного века Современное общество Отделяли 24 часа Сверхяркая вспышка На солнце Пробила магнитное поле Земли И привела К массовому Отключению электричества Началось мародерство И разграбление магазинов Что произойдет С нашей цивилизацией Если мы останемся Без электричества На несколько недель Вот вырубилась техника Все От компьютеров До электростанций Все не работает Конечно Это будет трагедия Для человечества Мы уже попали В ловушку Которую Сами и изобрели Вот это вот Облегчение О себе жизни Создание Всевозможной Электрической техники Электроника И так далее Все это Без этого Человек Многие уже Не мыслят Жизнь 50 лет назад Известный Японский ученый И врач Доктор Киочи Накагава Открыл Синдром Дефицита Магнитного поля Человека Он заметил Что у многих Людей Неожиданно Нарушается Сон Теряется аппетит И снижается иммунитет Это типичная болезнь Жителей Мегаполиса Где человек Все время Находится В ослабленном Магнитном поле Его экранируют Здания Из железобетона Автомобили Автобусы И даже метро Также давно Замечено Что отдых На природе Вдали от цивилизации И современных построек Хорошо восстанавливает Здоровье Человек Просто попадает В правильное Магнитное поле Окружающей среды Если Глобально Изменится Линия Электромагнитного поля То Человечество Может просто Обезуметь Потому что Электрическая Активность Это и есть Основа нашего мышления И вдруг В какой-то момент Это все меняется Все разрушается Должны выстраиваться Новые По сути Люди могут сойти с ума Они перестанут помнить Кто они Что они Люди Станут неадекватными А это приводит к тому Что вспышки гнева Агрессии Насилия Массовое безумие Может охватить Человечество Исследователи Из НИИ биологии И биофизики Томского Госуниверситета И Института Медико-биологических Проблем РАН Провели серию Экспериментов Подопытных крыс Изолировали В особой установке Где магнитное поле В 500 раз Слабее обычного Психика животных Оказалась Практически разрушена Их обуяла Безудержная Агрессия Грызуны Лишенные Земного Магнитного поля Потеряли Социальные навыки При смене Магнитных полюсов Земли Земля Оказывается Как бы Раздетой На морозе Космический холод Нагрянет На Землю Со страшной силой Все замерзнет Потому что Даже если Это будет продолжаться Коротко Несколько часов Или там Допустим Три дня Отведено На смену Магнитных полюсов За эти три дня Может погибнуть 99% Живых существ На планете Земля Вот этого Опасаются Ученые И смена Циклов Смена эпох Когда там Мамонты Замерзали И у них еще В желудках Осталась Непереваренная Трава Вот так вот быстро Массовое вымирание Чем было вызвано Ученые уверены Смена полюсов Грозит Всему живому На Земле Магнитный щит На время Исчезнет И смертельные Космические лучи Беспрепятственно Проникнут На нашу планету Такое уже было Возможно Резкое движение Магнитных полюсов Стало причиной Известных нам Глобальных Катастроф Таких как Вымирание Динозавров И мамонтов Гибель Атлантиды Всемирный поток Но жизнь Людей Зависит Не только От капризов Земли Солнце Может Мгновенно Уничтожить Нашу цивилизацию И никакие Самые высокие Технологии Человечеству Не помогут Американские Ученые Из университета Колорадо Во главе С Дэниелом Бейкером Заявили Что в ближайшее Время Земле Угрожает Небывалый Солнечный Шторм Его последствия Они сравнивают С ядерной войной Или падением На Землю Гигантского Астероида Самая сильная Геомагнитная Буря была В 1859 Году Тогда на всей территории Северной Америки Пропало электричество Сгорело Телеграфное Оборудование И вышли Из строя Электроприборы Из аппарата Всыпались Искры Поджигая Бумагу Через 17 Часов После вспышки На Солнце Ночь над Америкой Стала днем Было светло От зеленых И малиновых Вспышек Северного сияния Его наблюдали Даже жители Кубы Ямайки Гавайских Островов Это явление Навсегда Осталось В истории И получило Название Солнечного Супершторма Вспышки На Солнце В 1989 И 2003 Годах Были Менее Мощными Однако Нанесли Большой урон Без электричества Остались Целые районы Были нарушены Телефонная связь И работа спутников Если произойдет Вспышка На Солнце То Мощнейший Коронарный выброс Перейдет к тому Что нарушится Система связи И вообще Могут перегореть Все Компьютерные системы А сейчас Трудно представить Современную жизнь Без компьютеров Без Потоков информации Все обрабатывается Обсчитывается То есть Ну не билет заказать Не получить электроэнергию Все останавливается И это означает Отброс цивилизации Примерно в каменный век Последствия Подобного Солнечного шторма Станут настоящей Катастрофой Никто Сразу не погибнет Но полностью Отключится Электричество Перестанет поступать Питьевая вода Замрут Бензоколонки Нефти И газопроводы Автономные Энергосистемы В больницах Проработают Около Трех дней Выйдут Из строя Холодильники В наши дни Повсеместное Отключение Электросетей И компьютеров Будет означать Мировой коллапс По оценкам НАСА Солнечная вспышка Блокирует И все Высокочастотные Радиопередачи Останутся Без связи С землей Самолеты Что приведет К массовым Авиакатастрофам Человечство Сможет Выжить В основном Те люди Которые Живут На замкнутом Цикле Самообеспечения Естественно Первыми Уязвимыми Оказываются Жители Больших городов И мегаполисов А вот те Которые Живут Скажем В лухой Тайге В горной Местности У которых Свой такой Круг У них есть Источник воды Ручей Родник У них Есть достаточно Материала Для того Чтобы топить Костер Или там Какую-то Печурку У них Есть Где брать На первое Время Еду Какие-то Запасы Ну и то Что дает лес Вот Они сразу Не погибнут Солнечный шторм Разрушит Кремниевые Комплектующие Электронных Устройств Это приведет К коллапсу Цивилизации Мы живем В эпоху Когда в любой Технике От автомобилей До телефонов Есть компьютерные Детали И все они Содержат Кремний Произойдет Сбой Во всей Электронике Включая Спутники GPS Авиационное И железнодорожное Сообщение Также могут Быть утеряны Данные Всех Компьютеров В итоге Из-за Паралича Экономики В течение Года Умрут Миллионы Людей На восстановление Разрушенной Мировой Инфраструктуры Уйдет Не меньше Десяти лет Все зависит От того Какая вспышка Если же Огромный Плазмоид Будет Оторван От солнца И направлен В сторону Земли То Это Приведет Не просто К выходу Электроэнергии Это Существенно Изменит Геомагнитный Фон Земли Земля На какой-то момент Станет открытой Для космического Излучения А Оно очень жесткое И достаточно Несколько часов Чтобы Многие люди Получили Ну как бы Те которые работают На открытых местностях Не зная об этом Смертельная доза радиации Поэтому Спышка на солнце Как светило Которое дает жизнь И регулирует все В нашей солнечной системе Страшнее Чем извержение вулкана Недавно Ученые Обнаружили На солнце Огромную трещину Она Разрастается С каждым Днем И на данный Момент Достигает 800 тысяч Километров Специалисты С подобными Явлениями Еще не Сталкивались Группа Астрофизиков Изданий Бельгии Китая И Италии Изучила Природу Супервспышек На звездах Подобных Солнцу Ученые Пришли К неутешительному Выводу Не исключено Что солнце Подобно Другим Светилам Однажды Выпустит Рекордное Количество Энергии Способное Уничтожить На земле Все живое Может быть Вспышка Такая Быть Что просто Земной шар Будет уничтожен Не только Все живое На земле А и Земной шар Мы еще До конца Не понимаем Какие процессы Идут Внутри Солнца И поэтому Вот эта Вспышка Костра Какое-то Пламя Выброс Пламени Или там Электромагнитные Излучения Любые Излучения Все Они могут Все уничтожить Мгновенно И атмосферу Нашу Ну и естественно Ничего живого То есть Земля превратится В мертвый камень И это Это не единственный Сюрприз Который Подготовила Наша Светила Британский Профессор Ричард Харрисон Проанализировал Динамику Солнечной Активности За последние Столи В настоящее Время Она Минимальна Так что Харрисон Прогнозирует Повторение Малого Ледникового Периода Который Накрыл Планету В 1645 1715 Годах Его коллега И тоже британец Майк Локвуд Сделал Похожий Вывод Активность Солнца Снижается Значительно Быстрее Чем за Прошедшие 9300 Лет В ближайшие 40 лет Светила В очередной Раз достигнет Минимума Своей Активности По мнению Ученых Количество Пятен На Солнце И климат На Земле Взаимосвязаны Постоянное Снижение Солнечной Активности Станет Причиной Понижения Среднегодовой Температурой Мирового Океана В результате Чего Всем Обитателям Земли Придется Померзнуть И тогда Человечеству Будет Не до Глобального Потепления У нас Появятся Новые Проблемы Похолодание На Земле Может быть Связано С циклом Маундера Это когда Солнце Примерно На 80-90 лет Впадает Так называемую Спячку Практически Нет Солнечных Пятен И резко Уменьшается До 60% Количество Энергии Которые Она посылает На Землю Такое Уже Было Один раз Примерно Где-то На стыке 16-17 веков И На Земле Действительно Наступило Своего рода Малое Оледенение Самый Неутешительный Прогноз Сделал Японский Океанолог Мататако Накамура Он считает Что границы Ледяного покрова Дойдут до зоны Тропического Пояса Ледниковые Периоды Не новость Для нашей Планеты Обычно Их длительность Составляет 10 тысяч лет Ученые Утверждают Что Земля Пережила Уже 15 Таких Периодов А мы Живем В конце Очередной Межледниковой Эпохи Планета Земля Подвержена Циклическим Изменениям Есть Около 100 лет 84 года А также 400 летний Цикл Во времена Бориса Годунова Например Снег падал Даже летом Не только Зимой И говорили Плохой царь Долой его Он какой-то Мах А в самом деле Это был Малоледниковый Период Мы видим Что в шубах Ходили бояре И вообще Было не так Жарко На Руси И вот Сейчас Земля Подошла Снова К такому Ледниковому Периоду Малому Когда Из-за Изменений Течения Океанического Может снова Возникнуть Вот такая Зима Австралийский Климатолог Стивен Шервуд И вовсе Прогнозирует Земле явление Которое Уже назвали Термогеддон Большие Участки Планеты Окажутся Непригодными Для жизни И площадь Их Будет Возрастать Есть такая Версия Что сейчас Наступает Последний Предел Человечества Если Все силы Не будут Направлены Человечески На решение Глобальные Проблемы Выживания То есть Эта борьба С врагами Из космоса Имеются ввиду И падение Метеоритов И опасные Кометы Которые могут Вблизи Земли Пролетать Если не будет Все силы Людей Направлены На решение Скажем Продовольствия Воды Питьевой На борьбу Со всевозможными Стихийными Бедствиями Человечество Просто Исчезнет А вот Еще один Неприглядный Подарок Из холодного Космоса В атмосферу Земли Постоянно Попадают Частицы Космической Пыли По разным Наблюдениям Ее количество Варьируется От 400 До 1000 Тон В сутки Главный Поставщик Этой Пыли Кометы Приближаясь К Солнцу Они сбрасывают Оболочки Из пыли И газа Образуя Газовые Хвосты Эти частицы Попадают В атмосферу Земли Со временем Оседают На поверхности Планеты Пыль Она Накапливается Только в том Случше Если мы Входим В зону Пыль Пыль Облака Мы же пока Еще его Не достигли Хотя Ожидается Оказалось Когда наша Планета Окутана Плотными Облаками Такой пыли На Земле Резко Меняется Климат Пылевые Частицы Конденсируют Водяной Пар То есть Чем больше На Землю Поступает Пыли Тем мощнее Становится Облачный Покров Планеты Тем сильнее Он отражает В космос Поток Солнечной Радиации И планета Начинает Замерзать Серьезные Климатические Потрясения Вызвут Массовое Вымирание И в основном Среди Развитых Городов И стран Цивилизация Которая У нас Процветает Сейчас Она Техногенная И человек Все менее Менее Защищен И все Менее Может Противостоять Климатическим Изменениям Выживут Скорее всего Те Цивилизации Которые Уже на протяжении Многих Тысяч лет Существуют В неизменном Виде Они приспособились К разным Условиям Это Например Аборигены Австралии Африканские Племена И так далее Какая именно Катастрофа Обрушится На нас В ближайшее Время У человечества Пока недостаточно Знаний Чтобы написать Картину Будущего Апокалипсиса Но мы уже Отчетливо Видим Пугающие Наброски На холсте Истории В 21 веке Число Природных Катаклизмов Нарастает И каждый Из них Может стать Последним Для нашей Цивилизации И все-таки Вопреки Прогнозам Ученым И предсказаниям Великих Предсказателей До сих пор Смертоносные Метеориты Необъяснимым Образом Обходили Нас стороной Солнечный Ветер Сдувающий Целые кометы Охапками Как осенние Листья Неожиданно Стихают А землетрясения И цунами Которые По всем Прогнозам Должны уничтожить На планете Все живое Внезапно Прекращают Что это? Случайность Или непознанные Законы Космического Равновесия? Пока неизвестно А может быть Все-таки Бог есть? Редактор субтитров Редактор субтитров Редактор субтитров